Правда, друзья, у каждого своя. Мировоззрение каждого человека формируется в соответствии с условиями его жизни. Мы все живем разной жизнью. Условия нашей жизни абсолютно разные, хотя государство одно. Взгляд также формируется на разные вещи, по-разному, друзья. Даже в таких простых вещах, как одни люди сегодня за войну, вторые против войны, одни за убийство других людей, другие против убийства других людей. Все это опять-таки формирование сознания каждого из нас в определенных обстоятельствах. Именно эти обстоятельства воздействуют на наше психическое состояние, психологическое состояние, на работу нашего мозга. Конечно, друзья, хорошо бы учиться в школе, мыслить, мыслить правильно. Но зачем вы нужны, мыслители, в нашей жизни? Наша жизнь настолько несовершенна. Поэтому на сегодняшний день люди правильно мыслящие, адекватные, не особенно нужны системе матрицы нашей. Ведь матрица наша создала определенную систему, систему управления сознанием человека. Именно система управления сознанием человека дает результат, при котором человек думает, что он мыслит своими мыслями. На самом деле все его мысли – это управление через матрицу, управление его сознанием. Конечно, друзья, мы пытаемся, думаем, что мы мыслим не шаблонно. Но шаблоны как раз и задаются матрицей, системой, которая работает внутри нашей матрицы, матрицей нашей жизни. То эти шаблоны, друзья, они впитываются в школьном возрасте, они с детства. Ведь вы идете на площадку с ребенком гулять, вы говорите ему, а это нельзя, а это тоже нельзя, а это также нельзя. Вот все нельзя. И, между прочим, все молодые думают, ой, я буду воспитывать своего ребенка по-другому. Вот мне все запрещали, а я буду своему ребенку все разрешать. Приходит время, этот ребенок взрослеет, у него появляются свои дети, и он также нельзя, 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 говорит своему ребенку. Все начинается с того, что вы хотите ребенку хорошего. Пальчиками нельзя трогать розетку электрическую, да, включение, где включение в топ происходит. Все это правильно, нельзя. Но ребенок, допустим, не хочет кушать вот вилкой. Он маленький еще, ему кажется удобнее взять лапку с курицей, которую вы ему положили в тарелку, руками. А вы говорите, нельзя. Ну, пусть он покушает руками. Ничего, ничего здесь страшного нет, друзья. На самом деле, это все пережитки общества. Вот общество нас так учит, да, общество строит для нас рамки. А если мне не хочется кушать с ножом и вилкой курицу, я могу взять совершенно спокойно руками и кушать те же самые креветки. Для этого, это даже если это в ресторане, зачем мы будем стесняться, если мне так неудобно? А я должна какой-то этикет выдерживать? Друзья, я думаю о своем удобстве, а не о удобстве тех, кто на меня смотрит. Вот, я беру креветку руками, могу очистить ее руками и тут же покушать руками. Ничего сложного и страшного в этом нет. Почему я должна подчиняться каким-то глупым законам матрицы? Нет, я хорошо с этикетом кушаю в ресторане, но когда мне неудобно, вот у меня такое настроение, могу это сделать, друзья. И это не вызов обществу, нет. Это свое удобство. Это знаете, когда вы привыкаете вставать в 6 часов, в 6 часов, в 6 часов, каждый день, каждый день, а потом вам хочется, да, я посплю. И вот я о таких моментах, чтобы мы себя все-таки психологически не насиловали, потому что вот это насилие над собой, которое мы совершаем, оно дает нам раздрай в голове, оно дает нам усталость нашего мозга, это насилие. Мы говорим, друзья, с вами о правде. Вот у каждого из нас своя правда. Но ведь вы должны понимать, что правда ваша формируется в тех условиях, в которых вы жили. Если вы жили в плохих условиях, если у вас вокруг одни психи, да, у вас совершенно нервная обстановка, у вас нищета и бедность вокруг, вы сможете сказать правду, нет? Не сможете. Но у вас обязательно будет своя правда, которую вы будете доказывать. Чем беднее и слабее человек, тем больше он доказывает свою правду. Я не говорю в данном случае даже о бедности физической, рублевой. Я говорю о бедности духовной. Вот человек, он не образован. Да не важно, что вы закончили институт, друзья. Вы мне свои институты вот в нос не суйте, да? Это не важно. Важно, что вы не образованы внутренне. И таких не образованных внутренне у нас 80% в нашей стране. У нас 80% совершенно точно всего населения не образованных. Несмотря на то, что образованность у нас в принципе высокая в стране, потому что очень многие имеют высшее образование. Что толку? Что толку, когда человек из примитивной семьи приходит в институт? Он что, стал от этого лучше? Ну да, по отношению к своим сородичам, там, вот там на той помойке он стал лучше, да? Вот в той деревне Кукуева, он стал лучше, да? Он приедет туда, он там будет королем. Но в городе по отношению ко всем своим товарищам, которые вокруг него, он не может быть лучше. Он просто не способен. Приведу один пример. В Организацию Объединенных Наций мы приехали, сразу несколько человек, молодежи, молодожены. Мы все были молодые. Если у нас и были детки, то это детки были маленькие, где-то не более двух лет. Вот такие мы молодые все и задорные, хорошие, все из себя. Знаете, крутые? Да нет, конечно, не крутые. Мы приехали из-за мученного Советского Союза, где на кольцевой дороге в это время не было даже света. И кольцевая дорога не была той кольцевой, которая сегодня. Она была разбита, это были кочки и какие-то ковыли. И вот мы приехали в Организацию Объединенных Наций работать. Что я вам могу сказать? Те парни, которые были из простых рабочих семей, ведь МГИМО, Институт Международных Отношений, у них есть квота. Они набирают небольшое количество парней, я не знаю какой процент, я сейчас уже забыла. Раньше знала, сейчас забыла. Может быть, это 10 процентов. Они набирают из рабочих крестьянского класса. Для того, чтобы, ну как бы уравнять. У нас же равноправие было при Советском Союзе. Вот набрали таких парней после армии. Что вы думаете? Они все ударились в алкоголь. Красивая жизнь. Ведь мы, вы понимаете, мы говорим, вот там загнивающий запад. Но мы приехали, молодежь, нам всем по 20 чем-то лет. И вот этот загнивающий запад так сильно поддействовал на этих парней из-за рабочих крестьянского класса, что они запили, у них запой был. Запой чем заканчивался, друзья? Выбрасыванием мебели из окна. Я не помню, какой у них этаж был. Пятый, четвертый, я не помню, какой этаж был. Они жили в соседнем доме, не в моем доме. Поэтому я самой этой ситуации не видела. Но врач нашей колонии российской, так мы себя называли, Саргин Сапелкин, мы его также звали, Кирилл. Так вот он рассказывал, что они просто выбрасывали мебель. А для того, чтобы его отправить назад, этого парня, не нужно было поднимать шум и скандала. И Саргин, Кирилл, он приходил к ним домой, втирался в доверие к жене, уговаривал, чтобы она спокойно его отправила назад. Но понятно, что отправив назад этого человека, его уже ничего никогда не ждало. Его не ждала уже никакая хорошая работа. Он должен был вернуться в освояси, в рабочую крестьянскую среду. Я вот вам для чего это рассказываю. Чтобы вы поняли, как человек формируется, как он растет. Это очень важно. И вот если он не вырос в интеллигентной семье, он никогда не достигнет того, чего ему хочется достигнуть. И поэтому у каждого из нас в разной среде воспитания разные мысли, друзья. У нас разные мечты, разные у нас планы на будущее. Все разное. И в этой связи правда у нас тоже разная. И когда один человек другому пытается доказать, что он прав и говорит, я говорю правду, и при этом еще и агрессирует. Вот это самое страшное, друзья. Нельзя быть агрессивным, когда ты доказываешь свою правду. Если ты агрессивен, значит у тебя неправда. Человек при понимании, что он прав, он не может быть агрессивным. Человек при понимании, что он прав, он не может въедаться и прямо вытаскивать из тебя жилы, чтобы доказать, что ты прав. Человек не может. Тот, который образован, тот, который понимает, где настоящая правда. А если вы свою вот эту сермяжную, не знаю какую правду, которая совершенно не является правдой, которая правда только для вашего ума, который, возможно, не возвысился, не образовался, не получил достаточного восхождения по умственным ступеням, для вас это правда, а для другого нет. Для другого он посмотрит, скажет, да что же это такое, это вообще человек или это непонятно что, да? Вот для каждого, я еще раз повторяю, своя правда. Вы не можете доказывать то, чего... Ну, в общем-то, это нереальность, друзья. А как может формироваться правда при нашей нестабильно-ненормальной обстановке? Как может формироваться правда в государстве или в обществе лжи? Никак не может, ведь все лгут вокруг. Тогда какова же ваша правда? Или это просто ваше очередное временное заблуждение? Вот с этих позиций смотрите на эту правду свою и никогда не впихивайте в вашу правду никому. Ведь и легче, если ты прав, пройти спокойно мимо, не обратить внимания. А когда уж ты начинаешь с пены у рта агрессировать, что меня там обидели, и я вот такое, меня обидели, тем, что где-то мне какую-то ложь повесили, да иди в государственную вон комиссию. И там в прокуратуру иди, в законодательное собрание иди. И им кричишь, что вы меня обидели, вы мне лапшу на уши вешаете. Из-за вас государство лживое. А так цепляться один к одному настолько мелочно. Вот вы знаете, я тоже как бы подумала, ну зачем же быть таким мелким и несерьезным. Несерьезно, друзья, когда вы доказываете правду, которая только в вашей голове и более нигде. Я Таня Карацуба, Сигит Бурхан.